Это же раньше, когда я не доедала, когда у меня раньше было «Ай, я». Завтрак у меня был овсяноблин, я его кушала с овощами, добавила овощи, очень сытно, очень бежит. Это, в принципе, те же самые ингредиенты, просто готовятся по-разному. Я сажусь, или я что-то кушаю, сажусь, открываю свою программу, ищу. Ты знаешь, проблема, она как бы, с этой проблемой я живу уже много лет. А вес уходит, и прям очень много, я вижу, вот этого, ну, вены они выбирают. Сейчас намного легче стало, я говорю, я легче на подъем, и нога, и вот был минимальный, да? И был 112,8, был минимальный буквально позавчера. Итого 26 кг ровно. И вот это вот ушло, у меня больше нет вот этого вот. Ну там вставка, наверное. Вставка вот этого, да, то есть, чтобы в объеме было комфортно. Всем привет, я рада приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Светлана Никитчук, и у нас с вами сегодня очередная серия про Аню, наше реалити-шоу про похудение, про похудение, что, в живую, в живом, про похудение в живом времени. Вот, а если вы не смотрели нашу историю, то я вам рекомендую начать с первой серии, там есть где замотивироваться, много полезного. Вот, но сегодня мы будем говорить, как проходит похудение у человека, который худеет уже пятый месяц. Так, а потом еще что-нибудь добавлю. Аня, как у тебя дела? Отлично. Отлично. Ну, это хорошо, слушай. Вот по тебе не видно, что ты прям в депрессии, на диете, знаешь. Не видно, знаешь, как в это... Говорит, я уже так долго на диете, что у меня, говорит, уже не настроение, нет ничего вообще. То ее как состояние. Ну, я не на диете, я на правильном питании. Я кушаю достаточно много, чтобы быть агрессивной. Понимаешь, это же раньше, когда я не доедала. Когда у меня раньше было, а я потом поем, сейчас некогда, потом, потом. И потом это было, там, в 12 часов ночи. А до этого времени был стресс, да, и, ну, естественно, была злая. Сейчас я намного добрее стала. Да, почему я раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было. Так же и Аня. Так, и у меня есть вопросы. Какой у тебя сегодня был завтрак? Завтрак у меня был овся на блин. Я его кушала с овощами, добавила овощи. Очень сытно, очень, кстати, я теперь рука набила, это делается очень быстро. Ага. В постоянной работе. Потому что уже работает хорошо глазомерно. Да, я уже знаю, сколько это ложечек, я уже знаю, сколько это, если бы ты просто даже так вот насыпала. То есть, ну, все, глаз наметан. Класс. Класс. Это облегчает, очень, очень сильно облегчает сейчас. Согласна, да. Но вот этот период, когда мы взвешивали еду, он, согласитесь, нужен был. Обязательно. Что тебе дал этот период? Ну, мне нужно было увидеть, какая-то тарелка у меня будет, сколько чего. То есть, не так, что я просто там три ложки положила того или другого. Потому что в сухом виде, например, крупа, она так выглядит, а в свареном, ну, она уже больше. То есть, ну, это нужно было, чтобы глаз наметать, чтобы понять, сколько чего. А то, что мы взвешиваем, крупа, мясное, да, то есть, белки, вот это вот нужно было увидеть. Для тебя это было в период обучения? Да, да, так и есть. Да. Сейчас идет пятый месяц твоего снижения веса. Ну, у нас просто многие подписчики не любят слово похудение, поэтому будем говорить снижение веса или коррекция веса. Скажи мне, когда ты последний раз так долго шла, не бросая? И вообще было ли такое? Вот когда ты худела вот так долго и вот не бросала? Да, это было на предыдущей системе. Да, на предыдущей системе. Как давно? Давно. Очень давно. Я сейчас уже... Больше, два, три. Да нет, много. Много времени уже прошло. У меня были попытки тоже с этой же системой, но они быстро заканчивались. Ну, опять же, знаешь, да, что бывает такое время, в каком-то возрасте это быстро происходит, а в каком-то уже возрасте это процессы замедлены, там какие-то... Больше детей появилось, какие-то другие задачи, и уже эта система идет по-другому абсолютно. Она уже не такая эффективная и больше вероятности срыва. Из-за загрушенности дня. Ну, когда я первый раз, когда у меня были прям идеальные результаты, тогда я была... У нас была маленькая семья, вот, три человека и... Один ребенок и муж? Да, да, и то есть, ну, не было вот прям так вот, чтобы загрушен был день. Ну, и я еще моложе была без всяких своих чемоданов болезней, да, то есть вот без этого. Конечно, тогда и надолго сохранялся результат. Я его просто поддерживала. Сколько еще тогда было лет? Так, хороший вопрос. Наверное, 28, ну, до 30. До 30. Смотри, ты говоришь, это было, значит, давно уже, там, лет 10-15 назад, да? Примерно, да. После этого были попытки снижения веса, и ты сходила с дистанции. Ты говоришь, у тебя на вот этих вот 4,5-5 месяцев не хватало. Сейчас ситуации ведь все равно те же. Ну, все равно те же дети остались, дети есть. Дети также болеют, стрессы есть. Но сейчас ты не сходишь с дистанцией. А почему? Знаешь, наверное, потому что более комфортно здесь. Вот, честно скажу, здесь более комфортно. Поначалу тяжелее было, когда нужно было понять, что это такое, что за правила, какие идут действия, да? Что это частые приемы пищи. Как я это буду готовить? Когда мне это готовить? У меня аж вообще нет времени, понимаешь? У меня был вот такой диссонанс в голове, что я не знала, надолго мне хватит или нет. Потому, я когда Аня, Аня мне заполнила большой анкету, я все посмотрела, немножко знала историю Ани. Аня говорит, скидывай мне программу питания. Я говорю, я тебе ее не скину, потому что, говорю, ты еще до моего приезда скажешь мне, Света, я не пойду в это. И реально я боялась, ты сольешься, просто посмотрев и сказал, нет, 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 это слишком сложно. Потому, я сказала, что я приеду, сама тебе все покажу, объясню, и только потом ты ее получишь. Ну, что Аня говорит, ладно, тогда не скидывай. Конечно, если меня уже предупредили, да, что это нужно разобрать с знающим человеком, чтобы не было страшно. Это знаешь, как открываешь, и дают тебе большую книгу, очень интересная книга, но она вот такая большая. Ты думаешь, да, я ее прочитаю, а не, а потом. А тот раз приходит тебе, и уже вкратце объяснили, что, и тебе интересно, и тебе хочется узнать, и ты ее берешь и читаешь. Да, да. Вот пример такой. Это когда-то у меня так же было с компьютером. Я долго работала на других ноутбуках, а потом мне все говорили, где надо взять макбук, потому что это удобно, он прям такой быстрый, он прям столько функционала у него. Я когда взяла, открыла, я прям расстроилась. Ну, то есть надо было просто учиться заново работать вообще на другом компьютере, с другой операционной системой. Но когда я этому научилась, когда уделила этому внимание, слава богу, у меня была подружка, которая уже владела таким компьютером, я все поняла, и теперь действительно, то есть я на другую технику не хочу перейти. Здесь та же самая система. Да, та же самая история. Так, ты сейчас уже говоришь, что ты не взвешиваешь еду, ты больше едешь на глаз. Едишь. Ты больше ешь на глаз. Ем, еду. Скажи, это так всегда или нет? Или все-таки периодически ты взвешиваешь что-то? Взвешиваю, если это не отточенные рецепты, я взвешиваю, потому что, ну, если я его один раз только готовила и хочу повторить, у меня те же самые продукты дома есть, конечно, я взвешиваю. То есть, ну, пусть они будут дома весы, ну, они же, как говорится, много места не занимают, если они есть, это хорошо. Вообще, я считаю, что они должны быть. Ну, да, однозначно, однозначно. Какие привычки у тебя уже закрепились и перешли в автоматизм вот за это время? О чем можно сказать, что ты раньше на этом прям фокусировалась, да, прям держала внимание, а сейчас уже все, нет, это уже само собой разумеется. Подготовка еды, планирование еды на день, на несколько дней, да, смотря какой график будет. Как это делаете? Вот еще сразу все скажут, как это делаете? Как вы планируете еду? Я сажусь, или я что-то кушаю, сажусь, открываю свою программу, ищу. Оно, кстати, в понедельник будет новое. Да, так что опять будем заново. Это очень интересный процесс, я к нему абсолютно готова и жду и предвкушаю. Вот, и просто смотришь рецепты, смотришь, если у тебя есть продукты, ну, я это делаю так, каждый день. Бывает на несколько дней, если я хочу, есть у меня возможность, варианты ужина повторять, пожалуйста, я могу повторять. То есть я готовлю один раз на несколько приемов пищи, вообще классно. Причем тарелка тоже, вы можете любые овощи добавить, и все, красиво выглядит. Глаз радуется, желудок счастлив и доволен, и сама сытая, довольная, спокойная. То есть так или иначе, в сторону ты как-то планируешь в свое питание, что у тебя будет завтра, послезавтра в панели. Покупки в магазине так же планируешь? Ну, сейчас уже прямо на автомате. Я знаю, какие полки, где что лежит, да, не пошла я в какой-то супермагазин за продуктами, я хожу в те же магазины, в которые я ходила до того, как у меня появилась программа. Просто теперь, как тебе сказать, смотрю, я даже беру некоторые продукты на будущее, да, то есть не на вот сейчас, а вот на будущее. Я знаю, что, я раньше думала почему-то, что по программе консервация как-то не пойдет, а она есть, и пожалуйста, берите там кукурузку, горошек, ну, то есть все это можно так же. Берешь, если есть ангиботы, пользуюсь ими тоже, почему бы нет. Ангиботы, да, предложения, да, всякие скидки. Скидки. Так, как с питанием дома? Вот у меня просто это вопрос был от подписчиков. Дети, муж, как смотрят на твою еду? Хочется ли им попробовать? Может, любимые рецепты появились? Детки, они вообще молодцы, они ныряют в мою чашку быстрее раньше, чем я. Не то, чтобы они всегда были голодные, хочу тут заострить внимание, они тоже кушают получше. Просто сейчас стало варить больше той еду, которую я кушаю. Ага, сначала у тебя было четкое разделение. Это я, это мое, да. А это для вас, как обычно. Да, потому что я была сконцентрирована только на себе, да, и как мне это будет. Зная потом уже в будущем, что этот рецепт им тоже понравится, пожалуйста, готовлю на всю семью. Да, то есть мой старший сын и мои малявки, они тоже прекрасно это все сметают вместе с горошеком. Какие любимые рецепты у них из наших? А курица запеченная, вот вчера тоже у нас была на ужин запеканка с курицей, с брокколи, причем младший говорит, такие брокколи я еще не ел, потому что я в салате свежая, а здесь она запеченная, совсем мягкая, совсем другой вкус. Конечно. Я говорю, видишь, я тебя поздравляю с новыми ощущениями. То есть мы это все проговариваем. Какие еще рецепты? Ну, в принципе, все, что я готовлю. Мои панкейки, мои любимые банановые, они тоже вообще очень любят с утра. Поэтому теперь у нас три банана уходят за раз, чтобы они тоже покушали. Обед. Рыбу, очень любят рыбу. Кстати, вот, кстати, мне что нравится больше всего, как-то вот среднюю, у меня рыбу не, ну как, так нормально. Сейчас он прям любит ее, он говорит, а я прям вот эту хочу. А рыбу красную с утра, если вот покупаем пачку, у нас получается за один прием, все, мама села с бутербродиком, покушала. Причем хлебушек все такой, которые я кушаю, все едят, и все. Или мы в лаваш заворачиваем, прям как ролл получается. Очень вкусно. Почему мама ест ролл, а мы нет? Вот все, всем готовим ролл. Самый лучший вариант перевести семью на здоровый рацион, это просто показывать всем примером. Да, то есть не заставлять их, а просто ешь, так, знаешь, как говорят у нас дети, причмакиваешь, как вкусно. Да, да, и все, и дети тоже хотят. Я считаю, что это очень классно, это очень классно. Это, то есть, они автоматически идут на правильное питание, то есть, не будет у них потом такого, что они приучатся, и не будет потом такого, что давай нам денеры, давай нам какие-то там, не знаю. То есть, это классно, да, меняется их пищевое поведение, соответственно, меняется их и выбор продуктов. Так, считается, что немцы очень расчетливы в плане трат. Ну, я бы не отнесла бы тебя, конечно, именно к таким немцам, но все-таки ты живешь в этой стране уже давно, педантичный. Но все же, так как ты живешь в этой стране с такими порядками, ты ведешь учет по тратам на продукты, если, да, насколько изменился бюджет твоей семьи в большую или меньшую сторону? Здесь вопрос как раз идет про, ну, не про роста, естественно, да, а именно про то, что продукты-то немножечко теперь другие. Ты знаешь, я еще раз хочу повторить, что я не хожу в какие-то особенные магазины. Я покупаю те же самые, в тех же самых магазинах товары. Просто, как мы раньше привыкли, что мы купили мясо, свинина у нас была, картошка, ну, вот такое вот, там, помидоры, огурцы, ну, чтобы сварить борщ, да, ингредиенты, там, чтобы какой-то другой супчик сварить, да, то есть, ну, вот такое вот. Ну, курица тоже, у нас всегда была курица в рационе, то есть, ну, как бы, как без нее, я вообще не понимаю. Просто мы проживали раньше в деревне, была своя птицефабрика, и поэтому мы к мясу куриному привыкшие с детства, то есть, это нормально у нас, вот, мы его умеем во всех видах готовить, да, то есть, любую часть этой курочки мы можем приготовить. Поэтому для меня не было такого прям, что я прям со свинины, так, раз и ушла на курицу. А был момент, где я кушала тоже свинину, и ничего страшного не случилось, муж пожарил шашлык, были гости, мне мою рыбку неправильно приготовили, я думаю, да ладно, съем я ваш шашлык. Ничего не случилось абсолютно, то есть, ну, добавила еще салат и вышла из этой ситуации нормально. То есть, по сути, у тебя осталась та же продуктовая корзина, это те же траты? Почти же, да, да, никуда прям сильно я там не ушла, то есть, какие-то особенные. Я, знаешь, она стала более разнообразной, чем я раньше пила, кушала. Например, ну, вот то, что раньше было там, суп один, суп второй, ну, суп третий. В общем, по сути, продуктовая корзина не изменилась, насколько стала более разнообразной, но разнообразие не сказалось на твоем бюджете. Это, в принципе, те же самые ингредиенты, просто готовятся по-разному, да, то есть, ну, курицу ее можно по-разному приготовить, поэтому и получается другое блюдо. Ту же рыбу тоже можно запечь, можно ее поджарить, можно ее насолить, да, ну, то есть, вариантов тоже куча. Что делаешь, когда надоедает обычная еда и хочется чего-нибудь особенного делить? Ну, вообще, честно сказать, вот, что прям вот так надоело, потому что, ну, разное, кушаю разное. Я стараюсь вот на этом сконцентрироваться, чтобы не было у меня 3-4 дня одна и та же там курица или там одна и та же рыба, ну, рыба будет, может быть, даже подороже, но просто она не хочется потом, да, понимаешь? Поэтому должно быть разнообразное. Разнообразие ты, по-моему, сама вот там из рецептов берешь, да, вот, почти те же самые ингредиенты, просто немножко по-другому приготовлены, где-то потушено, где-то поджарено, где-то, ну, вот в таком виде. И, как бы, оно сильно не надоедает, ну, я не знаю, но как-то вот были, это были полдники, которые я там, как всегда, где-нибудь что-то забежала в магазин, взяла себе этот пудинг протеиновый без сахара, который идет. Я прикреплю здесь картинку, что это за пудинг. Да, девочки, которые тоже у меня спрашивали, я сказала, что вот это вот брала, как бы, ну, вот, кто-то сказал, что это прям как спасение, думаю, а что вы такое кушаете, что вот это вот вам спасение? Как-то мне было непонятно. Сладость, которую вот тоже иногда хочется, да, бывает, там прям сладенькая хочется, ну, пожалуйста, там, чего мы шоколад купить можно, почему нет? А что еще сладенького можно, вот, знаешь, не знаю, мне прям очень нравится. Я беру чернослив, несколько штучек, я их в кипяток, да, то есть обмыла, а потом, когда он становится мягкий, я его просто пропюрировала с кипятком. Немножко добавляешь. Это очень вкусно. Такой конфитюр получается, я не знаю, как, хоть к чему, вот, вот, хоть ложкой просто съешь, вот это насыть все, и все, ну, или на лавашик намажь. Ну, очень вкусно. А раньше что ты любила из сладенького? А, конфеты. Ну, спокойно сейчас без них? Вообще спокойно. Причем они у меня лежат вот так вот, даже если где-то там гости приходили, детям напихали, вот, ешьте, это вам. Мамка, наверное, такой, вам, говорит, уже не покупает. Они, 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 нет, они, есть у нас дома конфеты. Ну, как бы. Ну, и ты нормально на них. Если они не видят, что их мама сидит и постоянно кушает, поглощает, и у них эта привычка уходит. Все, как бы тут ровно. Я почему еще говорю, вот, дети, они же все с нас списывают, все срисовывают. Что мама делает? Мама пошла, все. У нас сегодня утром средний сын оставался дома, я там пока зарядочку делала. Все, смотрю, он так же вместе со мной, там и ноги поднимает. И, ну, вот, это же заразительно. Да. Хорошее снасли слово. Поэтому и со сладостями то же самое. Единственное... Я даже помню, когда ты мне сказала, когда я говорю, ну, кофе будем пить без сахара. Аня такая говорит, вообще. У меня был шок. Это, это, то есть, не было представления, что так можно. А что так можно было? Оказывается, можно. И вот, если исключить еще молоко, тогда будет совсем тяжело. Но если небольшое количество молока добавляешь, в сладость я уже теперь чувствую с этого молока. Да. То есть, это все очень быстро меняется, вкусовые рецепторы, все. И это реально работает. То есть, мы... Вот, я думаю, как это три ложки сахара? Да это же сироп. Да, это же просто сироп. Да, это же ложка просто стоит уже в этом сахаре. Да, представляешь себе, это три ложки сахара было раньше. Да. У нас сахар дома остался, потому что муж еще сахар употребляет, там, где-то что-то, куда-то. Но в основном только к чаю, да. Все, выпечка у меня, если идет какая-то, то это вот бывает сахарозаменителя или с фруктов уже идет фруктоза. Все. Класс. Класс. Вообще, это очень классная вот тема. Я сейчас тебя слушаю. И вот видишь, о чем ты говоришь, что ты не специально вот не заставляла всех перейти. Ты не забрала у всех тот продукт, от которого ты отказалась. Да, то есть это очень грамотно, очень мудро. Потому что вот это, знаешь, когда все, я не буду есть сахар, давайте вы меня все будете поддерживать и тоже не будете есть все-таки. Слушай, нормально же, или чего ты начинаешь, да? Это чтобы не было внутреннего бунта, а у нас забрали, а так, как это я без этого буду, но вот этот момент он бы отвернул наоборот, мне кажется. А то, когда просто уже сама делаешь, на тебя смотрят, делают так же. И видят, что ничего страшного не произошло, да? Радость улыбается, ходит как-то. Да, и то есть оно приходит в привычку. Да. Главное, позволить себе это. Да. Так, какое твое последнее осознание по самочувствию? Что ты заметила и удивилась, что этого больше нет? Я просто сейчас кайфану от этого вопроса. Максимально хочу передать ту радость, которая во мне сейчас живет. Это просто, там говорят про бабочек, у меня там, блин, слоны летают. Летающие слоны! Ну, то есть, особенно это утро, когда лежишь, когда ты чувствуешь и видишь, ну, даже уже видишь свои кости. Это просто вообще, когда в павше живое тоже проявляется, ну, это классно, такое ощущение уже, такой легкости. Когда идешь в душ, и ты можешь спокойно нагнуться, потереться, все у себя, а не вот так там еле как. Ну, то есть, это ощущение такого прям, вот, вот я, не вот это я-я-я, а вот я, вот она я, вот она все ближе и ближе, вот это вот лучшая версия меня. Ну, да, то есть, вот, кайфую. Потом, когда одеваюсь, я же пошла вниз, достала все свои шмотки, которые я убирала, знаешь, там, месяц за месяцем куда-то убирала. Ну, как бы выкинуть, она еще новая. Ну, раз одела, потом больше не влазиваю. Ну, убираешь, убираешь. Подоставала. Мирю теперь, все верю. Конечно, мне очень нравится это ощущение, когда то налезло, это хорошо, это висит, то есть, это уже совсем по-другому вещь смотрится. Вот, легкость в том, что в движениях легкость, да, быстрее на подъем стала. Порой бывает, блин, готова, вот столько энергии, готова горы свернуть, дайте мне еще задание, знаешь, вот так. Бывает, конечно, и усталость, да, но это без этого не бывает, мне кажется, ни у кого, когда себя, бывает, загонишь сам, а если еще не обратишь на себя внимание, когда какая-то там, ну, вот, хворь, болезнь, не знаю, что-то уже прилипает, да, там, и думаешь, а сейчас на автопилоте все сделаешь, а потом, оказывается, это чревато, да, не отдохнувшись, вот это все, конечно, вылазить потом с тем, что это могут быть и срывы, это могут быть и просто уже в голове какие-то другие. Да, 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 поэтому здесь вот я вообще сейчас кайфую от моего состояния. А есть это чувство, знаешь, есть это чувство, когда ты чувствуешь, что ты становишься маленькой? Да, да, вот. Вот я помню, когда я начала худеть в 21-м году, я вот себя долго чувствовала, знаешь, что ты такой большой, вот такой вот большой, прям тяжелый, прям, знаешь, мне казалось, что у меня даже ноги стали короткие, знаешь, а за счет того, что я стала шире, мне как раз ноги стали. Да, у меня были ноги короткие, счастливые становятся. И я прям помню какой-то момент, мне кажется, я сбросила килограмм 7, наверное, вот первое, и у меня вот это было чувство, что я в какой-то момент почувствовала, что я становлюсь маленькая, вот, знаешь, такая миниатюрная, прям, вот я вижу, что все прям меньше, так это, это прям офигенное чувство, и то, что ты говоришь, что это утром я лежу, и этот запавший живот, и вот эти кости, это просто не передать. Вообще, да. Я прям люблю утром, знаешь, просыпаюсь, пока еще там есть пару минут, там, перед тем, как встать, вот, и вот это я люблю прям обязательно себя пощупать, кости на месте, живота ваше. Вот оно все, что было спрятано, оно, наконец-то, можно уже потрогать, ощутить, раньше, конечно, такого не было. То есть это, чтобы там почувствовать свои кости, только чувствовала большую боль и усталость. Ну, слава богу, это все позади. Класс, вообще, да. Как твои ноги? Вот, я вспомнила об этом, что ты говорила, что проблемы с ренами на ногах, да, это же была операция, вот, у многих летом и осенью обострение вот варикозов, как у тебя? Ты знаешь, проблема, она, как бы, с этой проблемой я живу уже много лет, да, то есть у меня с 11-12 лет уже вышел варикоз, то есть веса такого большого у меня не было, ну, это просто по наследству, как бы, передалось с этим, пришлось жить. Операций было две здесь, в Германии, причем, вот, я думаю, что, ну, выглядит все не очень хорошо, то есть моя правая нога, она прям вообще сейчас вес уходит, и прям очень много я вижу вот этого, вот, ну, вены они выбирают. Но я думаю, что все-таки восстановление будет, и, возможно, мы обойдемся без операции в этот раз, да, то есть на третью операцию я пока не согласна. Я думаю, что все равно оно должно будет восстанавливаться. Конечно же, мне нужно еще раз ходить к врачу, показать все это. Вот, единственное, что я могу сказать, что у меня перестали болеть ноги от моего веса, естественно, вот, то есть у меня стопы ужасно болели, да, вот это все носить на себе. Сейчас намного легче стало, я говорю, я легче на подъем, и нога, чтобы прям вот так я чувствовала, как у меня нога болит, прям вот это правое, как вот раньше вот эти ощущения боли вен, нет, у меня сейчас их нет. Вены я вижу, что они все-таки, вес-то огромный был, что сейчас жировая ткань уходит, и более видны эти вены, но это мы будем коррегировать уже потом. Я даже помню, ты сейчас говоришь, что тебе легче ходить, и ноги не так говорят. Я помню твою первую тренировку, ты там немножко совсем походила, я помню, ты говоришь, у меня так стопы разболели. Ужасно болели. А сейчас Аня ходит в соседний поселок, в котором я жила, когда приехала в Германию. То есть это 3 километра между поселками, то есть это в одну сторону только. То есть Аня доходит туда, ходит еще там и идет назад. Это больше 7 километров выходит, да? Больше 7 километров вообще. И это, прикиньте, у нас все за 4 месяца, то есть вот у тебя выросла физическая выносливость, активность вообще. Причем хочется идти еще, еще и еще дальше. Меня уже в гости зовут, приходи у нас там в соседние деревья, приходи-ка там в гости. Возьми нас с собой. Да, девочки говорили уже, приходи к нам. Как бы там будем друг друга провожать. Тренировка сейчас вообще легче дается в плане, знаешь, не физически. Физически понятно, что легче, а психологически. То есть вот тебе сейчас нужно прям настраиваться. Или это уже вот прям как-то наоборот. Честно тебе скажу, вот это вот странное ощущение зависимости. Ты вот прям, я уже как зависимая, вот мне надо. Если я в день не прошлась, это какое-то странное ощущение. Ловишь себя вечером на мысли, ну уже вечер, ну куда ты? Ну куда ты собралась? Нет, я быстренькая. И начинаешь, и потопала. Ну естественно, что для меня в приоритете, чтобы дети были под контролем. Муж дома, все. Я себе сразу эту быстренькую возможность использую. Но как зависимый, как наркоман. Поэтому и все. Вот вчера буквально тоже урвала. Но уже далеко по лесам не пошла. Пошла просто уже по местности своей деревни. Находила я свои тысячи. Класс. Да, да. Это значит, есть такое понятие, как ревность бегуна. А у тебя такая ревность ходуна. Когда ты, допустим, просто едешь или идешь и смотришь, что кто-то бежит. Вот я, например, смотрю, кто-то бежит. А я сейчас в этот момент не бегу. Мне прям так хочется все бросить, знаешь, побежать за ним. Потому что он бежит, ему сейчас прям классно. Я знаю, что он сейчас чувствует. У меня прям такая ревность, прям, знаешь, жадность к этому. Так же и ты говоришь. Да, просто хочется уже, тянет, тянет все больше и больше. Ты знаешь, у меня сестра, она тоже ходила. Я думаю, господи, что она ходит каждый день? И что, больше делать нечего. Я же ее не понимала совсем, потому что я не ходила. Я не понимала, нафига она это делает. А потом, когда внедрилась в это, главное начать. Потом так освежает голову это все. Такой кайф получаешь. И это правда, это просто нужно начать. Правда. Были такие периоды, когда ты прям вначале ходила на мотивации, потом прям надоела, устала, там, ничего, что-то. Когда приходилось с собой договариваться? Или прям всегда, в принципе, складывалось нормально? Ты знаешь, она у меня была же, как больше еще такая терапия, которую нужно было сделать для себя. По бытии. Заставлять себя я ни разу не заставляла, что мне надо эти 10 тысяч шагов сделать. Нет. А просто нужно было иногда сменить обстановку и выйти. Да, ну, в процессе, там, домашних дел, да. И оно и то помогало, ну, то есть это выходить все равно помогало из дома. Это очень хорошее такое мероприятие, которое, я думаю, что должна позволить себе каждая женщина, да и мужчина тоже. Слушай, и причем это бесплатно, понимаешь? Абсолютно вообще кайф. Классно, что все инструменты, которые работают лучше всего, они бесплатные. И они доступны везде. То есть вот ходьба у тебя, да, у меня это бег. Там, выпить утром воды, да, это тоже все бесплатно. Придерживаться режима, лечь вовремя спать. Вот все это бесплатное, оно имеет офигенный эффект. Да, да. То есть люди ищут за что бы заплатить, чтобы что-то подороже прям, что-то уколоть, что-нибудь намазать, что-нибудь отрезать, еще что-то. Понимаешь, и причем какие-то дорогие инновационные методики. А все самое крутое, оно у нас в руках, и оно бесплатное. Абсолютно бесплатное. Главное, ну, я не знаю, вот это вот на себя время потратить, да, то есть, ну, зачем ты живешь? Ты не для кого ты живешь, ты для себя живешь. Тебе Господь Бог дал жизнь, а ты ее тратишь где-то там впустую, не в себя. Ну, то есть, вот тут надо сконцентрироваться и задать себе несколько вопросов. А сколько ты еще протянешь? А сколько ты готова в этом весе ходить там? Или даже если пусть у тебя маленький вес, а он тебе все равно где-то мешает. Вот я видела девочку, она очень худенькая. Танюш, привет, если что. Она очень худенькая. Ну, для меня она реально худенькая. Она говорит, а у меня животик, представляешь себе? Ну, вот у меня животик, я хочу его убрать, мне с ним дискомфорт такой, я прям вот платьишко как-то сесть. Я думаю, господи, идеальная девочка, прям идеальная фигура. Ну, я со своей стороны, со своего веса смотрю, а ей дискомфорт. И она ищет человека, который бы ей помог убрать, потому что сама не знает, как лучше, чтобы не во все тяжкие, по всем диетам и выкидывание кучи денег. Она мне говорит, я просто не знаю, к кому мне обратиться. Ну, конечно же я, я сказала, к кому обратиться. Давайте с вами познакомимся. Да. Ну, то есть я знаю, что там будет реальная помощь. И причем правильно разобраться, как это делается, и она сможет это все спокойно внедрить в свою жизнь, не меняя ничего такого глобального. Да, то есть это вот главное сделать шаг вперед. Знаешь, ты сейчас вот говоришь про то, что, а когда же мы живем, да, и я вот сейчас думаю о том, что я себя часто ловлю на мысли, что вот, ну, целый день тоже у меня такой загруженный график, тоже очень много работы, есть дети, есть обязанности, есть обязанности перед вами, да, ответственность. Да, кто, кого я сопровождаю, но вот когда я выхожу на спорт, либо когда я вот занимаюсь, ну, конкретно занимаюсь собой, то есть я могу пойти на прогулку, на спорт, там, на массаж, на плавание, еще что-то, я понимаю, что вот в этот момент я именно живу. Не в тот момент, когда я работаю, когда я веду прямой эфир, когда я с кинопереписываюсь, в этот момент я не живу, то есть я просто, я живу кем-то, чьей-то историей, да, а вот именно вот в этот момент мы начинаем жить, потому что ты бежишь или идешь вечером, ты видишь, как солнце садится, это просто невероятно красиво. Да, а где ты еще это увидишь, если ты не выйдешь из дома? Да, или ты утром идешь на пробежку, ты смотришь, как это солнце встает, а ты мог просто годами этого не видеть, потому что ты ночью, до ночи работал, а утром ты отсыпался. Я реально, я много лет вообще этого не видела. Ну, то есть вот в этот момент, мне кажется, мы и живем. Света, самое главное, у меня та же самая история, я не видела ни рассвета, ни заката, потому что от усталости садилась, спялилась в телевизор, смотрела там, не знаю, большую стирку, с чужими проблемами опять шла засыпать. То есть я очень пересмотрела то, что я делала, ну, как бы отвлекая себя. Это было вообще все неправильно, я так понимаю, что вот эти сериалы, которые, да, может быть, иногда их можно посмотреть для чего-то там, да, для сравнения, но в основном вот быть от сериала в сериал, которые вот бывают, ну, как я, например, просматривала, да, там, и сериалы-то большие, тратя время вот на это, плюс еще с едой, потому что это потом затягивает, с винишечком, да, то есть, ну, это так все у меня забирало, так крало, оказывается, вот просто у меня вот это вот сама у себя воровало время, сама у себя, сама себя загоняла и в вес, и в какие-то, ну, потому что это был не отдых. Отдыхаю, сейчас я иду, отдыхаю по лесу, там, в разговорах с родными, да, то, что я стала больше вот этого делать, с детьми проводить время, на детскую площадку пошли или просто сидя, мы с чем-то занимаемся, ну, мы вот любим креативить, да, такое есть, тоже, пожалуйста, а раньше бы я села в сериал, а дети, вот вы так, а я же с вами рядом, сама сижу, сериал смотрю, одним ухом туда, другим сюда. Зачем? Оно мне надо было, оно мне абсолютно не надо было, я считаю. Это вообще другой отдых. И я снова проживала чужие, там, ссоры там чужие были, любовь чужая, все чужое, зачем мне это чужое было? Я даже не была вот времени вот этого, да, просто, просто вообще себя услышать. На себе сконцентрироваться, да. А что у меня, а какие у меня? А какая у меня любовь, а какая у меня семья? То есть вот тут пересмотреть, все ли я правильно делаю, на благо, во благо, вот и все. Оно вот это вот, это вот все переключается потихонечку, начинаешь осознавать. Я думаю, что кайф от этого вообще большой. Класс. Я уже девчонкам говорила, как я привыкла к этому. Везде бутылок наставила, наложила, а у меня теперь почти по всему дому. И все, очень удобно. Посмотрела на бутылку и... В машине лежит, то есть я знаю, в сумке всегда лежит вода. Трехэтажный дом, у меня везде есть вода. Пошла в ваш раум стирать белье с бельем. Там тоже стоит водичка. У меня теперь она везде напихана. Мне такое ощущение, что я скоро тоже зависимую буду от нее. Так. В целом, раз мы уже затронули лето, да, нелюбимое время для людей с большим весом, сейчас уже, ну вот сентябрь, август закончился, ты уже можешь сказать, как прошло твое лето 2023? Тот дискомфорт, который был раньше, стал меньше? Конечно, меньше. Ой, у меня одежда поменялась, мне легче стало. А как он прошел? В работе над собой, так скажу. Потому что, убирая вес, есть такие вот моменты, я сейчас тебе скажу. Короче, признаюсь. У меня мой бюстгальтер был на дополнительном еще, как говорится, ну, как оно называется? Брительке. Нет, добавляю, чтобы в объеме было больше удлинителя, или как это называется? Ну, наверное, ширину, да, чтобы увеличить? Да. Ага. Потому что настолько был большой объем, грудь небольшая, объем большой был, и вот это вот ушло. У меня больше нет вот этого вот. Ну, там вставка, наверное. Вставка вот этого, да, то есть, чтобы в объеме было комфортно. Теперь этого нет больше, потому что бюстгальтер классный, и еще у меня несколько таких, поэтому я теперь не меняю это, я просто застегнула его и пошла. Классно. Такая тоже тема интересная. Ты представляешь, что ты рассказываешь, а многим-то отзывается, понимаешь? Многие это, ну, так же заживутся, такой же проблемой. Это жутко, когда натирают между ног, и там... Ну, так нога об ногу трется, да, и поэтому какую-то юбку там одеть, то есть, это было вообще тяжело, и надолго там куда-то уйти, ну, то есть, это должны быть штаны, это, да, и, ну, короче, это тоже дискомфорт ужасный был. В том году я мучилась, что у меня сильно было натерто, вот, и все время мазать надо было, то есть, больно. А вот этот ушел момент, вот за это лето, то есть, уменьшаяся в размерах, вот это вот уходит какие-то проблемы, вот, с движением, с тем, с бельем, то есть, вообще классно. Тарелка стала красивая, разнообразная, это тоже радует. Я говорю, как в ресторане, вот как в ресторан ходят. Я говорю, люди ходят в ресторан, чтобы вот такое покушать, что у меня в тарелке. Ну, это же... Ну, это же у нас в городе не в каждом ресторане такое. А, идешь, да. Да, я просто... Как мы с тобой пытались найти нормальную еду вечером, да, нам то предлагают картошку фри, то бургеры. Да, очень тяжелый случай, потому что вот так, вокруг нас, вот, одни фастфуды, вот одна вот такая еда. Это страшно. Почему нам не готовить вот такую ковку? Нам этот ресторан открыть. Да, да, ПП-шный. ПП-шный, такого еще нет. Хорошая идея, да. Вот, надо, бизнес-системе надо записать. Да. Самый интересный вопрос. Насколько ты похудела за 4,5 месяца? Давай считать. Какой у тебя сегодня вес? Сегодня у меня был вес плюсом, потому что, ну, мои дни. Это набор веса в любом случае, поэтому я тут не расстроилась нисколько. Сегодня мой вес был 100, не помню. Так, а ну-ка, смотри, а я калькулятор присылаю. Вот тут дожилися. Я же знаю, что он падает вес, поэтому, знаешь... Я помню, что 112 был самый маленький. Да. Давай, вот так, у нас был 138,8, когда Аня ко мне пришла, хотя она говорит, у нее был вес 140 с копейками, и до того, как она мне его написала, она попыталась чуть-чуть похудеть, чтобы быть чуть-чуть меньше. Чтобы не совсем страшно так было, 140, а? Ну, чуть-чуть похудела, там, кило 200. Так, 138,8 мы начали 8 мая. И вот был минимальный, да? И был 112,8, был минимальный буквально позавчера. Да, это позавчера было. 112,8. Так, минус 112 и... А, вот, запятая, и 8. Итого 26 килограмм ровно. Ровно, да? Ровно. Ну, вот у вас восьмерка, как раз она и была. 26 килограмм, и это у нас за... 4 месяца. За 4, да, за 4 месяца получается... Это... Мы начали 8-го... Да, ровно за 4... Ровно за 4 месяца. Да? Июнь. С 8-го, да. Август, сентябрь. Да, с 8-го... 26. Да, 26. Кстати, я тебе обещала, что будет 30 за год. Да, да. Я тогда была на это согласна. Абсолютно. Потому что я понимаю, что снижение веса должно быть не вот так. Раз обрезали, и все. Что потом? Со всем этим... Кожей, с этим... Отвесом. Тяжело. Поэтому оно должно тихо так, пусть потихонечку... Как все с кожей? Да, сейчас по-любому спросят. А, тут... Вроде ничего. Нормально. Я могу так сказать... Отвесание прям вот... У тебя руки намного стали меньше. Меньше. Все стало потихонечку меньше. Но я не сказала бы, что прям сильно у меня здесь прям вот так отвесало. То есть, ну, нормально. Видите? Все нормально. Все нормально. То есть все, кто переживают и не худеют ради того, чтобы кожа не обвисла, и выбирают вариант кожу с жиром, так вот, все нормально с кожей, все хорошо. Да, ну, естественно, когда идешь в душ, да, там какие-то скрабики, я не знаю, народные рецепты, можете попробовать, да, там, с кофем, с сахаром даже. Кстати, с сахаром тоже прикольно. Он, правда, быстро тает. Так что, если сахар не сюда, то его вот сюда. Мне сейчас вообще его не жалко дома. Там ее есть раз, раз, намазалась. Тоже нужно это делать обязательно. Ухаживать за кожей во время похудения, снижения веса нужно обязательно. Это, я думаю, знает каждый, каждая женщина, каждый человек. И ты сейчас подключила периодически еще лимфодренажный массаж. Да, да, я себе это наконец-то позволила, потому что... Ну, сейчас это имеет смысл. То есть, вначале это смысл точно не имело. Да, да. То есть, нам не нужно было. А вот сейчас это действительно имеет смысл. Да, я нашла очень хорошего специалиста. Прям вообще кайфую. Были такие моменты стеснения. А как же, боже мой. Я как-то еще даже оттягивала этот момент. Думаю, так, на 5 килограмм похудею, и потом, наверное, начну. Я потом понимала, что оттягивая самое лучшее, то, что сейчас нужно, ты только пятишься назад. И все, и все. Назначили мы встречу, и все, все замечательно. Класс. Все прошло так, все замечательно, что мне хотелось еще, еще, еще. Ну, видишь, и буду продолжать. Тут приятно с полезным. С одной стороны, у тебя, естественно, это очень хорошо, опять же, для улучшения кровотока, для улучшения вот оттока той же лимфы. То есть, это очень хорошо помогает. Вот я говорю, что если вы хотите, у вас есть возможность добавить разные процедуры для снижения веса, вот массаж добавляйте спустя 3-4 месяца. Не сразу же, не в первые же месяца. Это не имеет смысла. То есть, сначала просто сконцентрируйтесь, лучше вот прямо сделайте себе еще вкуснее питание, еще разнообразнее его. Вот на этом сфокусируйтесь. И потом, на определенном этапе, когда уже сбросили там 10 килограмм, я сбросила 8 килограмм, когда пришла на массаж. Это у меня было через 2 месяца, по-моему. У Ани через 4 месяца она пошла на массаж. То есть, все имеет как бы свою этапность и свое время. То есть, точно не стоит все сразу не дремлить. Нет, нет. Нужно там действительно сконцентрироваться на том, что ты кушаешь, как часто, не пропускать стараться приемы пищи. Это очень важно. Потому что потом начинается такое, ай, ладно, сегодня я не съем, это полдник, вообще не до полдника, ну его нафиг, там же, да ладно, я не до него. И потом начинается уже к ужину, ты становишься как этот, как лев, готов уже всех покусать. Ну то есть, вот это нельзя. Я считаю, я для себя сделала вывод, что этого нельзя допускать. То есть, лучше принять не просто водичку попить, а своевременно. Мы сейчас еще сделаем измерение. Ну вот, опять же вопрос. Это все из аудитории, срывы. Бывают? Конечно. Были. Как часто? Ну, наверное, вопрос за последний месяц, наверное. Так, за этот последний месяц один раз был прям такой конкретный срыв. Что способствовало этому? Ну, это было эмоциональное состояние. Это было, да. Это как раз было во время обуляции. У меня уже это было. А, это середина цикла. То есть, когда мы еще и гормонально более чувствительны ко всему, да, и воспринимаем все так, все. Кстати, я сейчас научилась вот это вот понимать, почему именно сейчас у меня вот такой вот слезы, сопли с сахаром, не знаю, меня вот прям вот выводит сильно быстро на эмоции любая ситуация. Или, ну, вот прям так чувствую, так, надо посмотреть, что у меня по календарю. И, пожалуйста, вуаля, у меня или то, или другое. то есть... А так же, как вчера, я тебе пишу, говорю, Аня, давай с тобой встретимся. Аня такая, давай. Я сегодня, правда, плачу, сегодня пишут. У меня практически не начались. Ну, все нормально, да. Ну, поплакали, сняли стресс. Кстати, плакать, это очень полезно, я считаю, выплакивать эмоции, это тоже хорошо. Так что, не держите в себе их. Да, что, я говорю, что за 4 месяца можно по пальцам посчитать, сколько раз ты сорвалась. Действительно, что изменилось между теми срывами, которые вот были, да, до нашей с тобой работы, и сейчас? Ну, здесь я очень быстро прихожу обратно в программу. Ага. Просто, как тебе сказать, вот когда вот был срыв, я-то сейчас уже больше знаю, что нужно делать, да, у нас срыв, что-то не так, начинаешь внутренне делать с собой, что надо, что ты хочешь. Ты устала? Пошли отдыхать. Ты что, голодная? Пошли покушай. Тебе этого всего много слишком, устала с детьми. Пошли гулять. То есть, берешь себя вот так вот, да, и пошли, куда, что хочешь, что надо, пошли. Ну, прямо вот сама с собой больше, да, делал. Здесь, это я здесь научилась именно этому, раньше. Я это даже вот не знала, что это. Не анализировала? Нет, не анализировала. Сорвалась, сорвалась еще там два дня. То есть, научилась, знаешь, как это, шел, упал, споткнулся, да, встал, отряхнулся и пошел дальше. Да, а раньше я так, что, шла, упала, поползала, лежу, Мик, помогите. Ну, такая вот так, никто не помогает, ладно, пойду вставать. Знаешь, вот такое было. Сейчас это действительно так. Чик-чик, отряхнулось, все, что там на завтра? Поползал. Да, у меня больше, чем два дня не было такого, прям, сразу. Два дня не было максимум. Это очень крутой навык. Это, 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 это прям вот, да, быстро будем вставать. Это прям вот такая образовательная школа, я прям вот кайфанула от того, что я сейчас уже умею. Причем, я вам скажу, что мы не можем, конечно же, по определенным причинам рассказывать все Анины ситуации жизненные, да, но Аня сейчас проходит достаточно сложный жизненный этап. Не всем удается этот этап пройти так же, как выходит Аня, и именно на этот этап у Ани еще и наложилось все эпохиедии. Вот, и Аня мне периодически пишет, она говорит, я не знаю, как я пройду это время, как я пройду этот период, как я выдержу. А я говорю, слушай, так здорово, что у тебя есть возможность, ну, что-то мы же должны найти хорошее было, в любой ситуации, как хорошо, что сейчас мы именно в таком, в таких условиях учимся снижать вес. В любом случае, будет время, когда мы все хорошо, когда мы все классно. Тогда вообще легко. И худеете, удерживать вес, да? Я вообще не понимаю, почему так. Да, но вот в тот момент, когда у тебя, ну, как говорят, в жизни полная жопа, и ты при этом еще можешь вот так вот анализировать, умеешь вовремя встать, отряхнуться, пойти, найти в себе силы, пойти на тренировку, заниматься своим питанием, вот это реально крутая школа. Вот это реально. Вот это вот знание, которое здесь получилось, что нужно все-таки себя ставить на первое место, не возвышать себя над всеми и вся, то есть это разные вещи, а сказать, что я одна у себя есть, и только я о себе позабочусь. Мама уже заботилась, ее миссия выполнена, там, я не знаю, теперь вот моя обязанность дальше меня саму как в жизни ввести, да? А не то, что вот я сейчас всем все, а я там на последнем месте. Вот когда человек это переосмыслит, когда он включит режим самосохранения, тогда только будет результат, тогда он поймет, что какая бы ситуация ни была, какая бы там жопа ни была, то есть конфликты еще, какие-то моменты могут быть на работах, абьюз, дома абьюз, вообще хоть что, там проблемы с родителями, ну, то есть у каждого своя ситуация. Здесь концентрируешься на себе в первую очередь, а потом уже раздаешь дальше свою энергию, свои знания, свои опыты. В первую очередь все нужно сначала в себя, иначе ты никому не сможешь помочь, если ты сам себе еще не поменил. Ну и добавим еще про маму. У нас есть маленькая победа, потому что Аня втянула маму в нашу небольшую весомую секту худеющих. Это правда, это такой кайф, когда на одной волне с родным человеком, и когда вот я говорю, сейчас мы вместе идем на программу, я говорю, знаешь, как здорово, чтобы там, ты что-то приготовишь, я к тебе приеду, я что-то приготовлю. Мама прошла у нас мини-курс, который 14 дней, длится, вот, и у нее результат 4, 6, 100. 6, 100, 6, 100 за 2 недели у мамы. Она прямо вот шла по программе без шага лево, шага вправо, все было конкретно, четко, причем у нее были выезды в большой город, то есть она с самого утра, она вечером пропланировала, как она, что должна с собой взять, во сколько она должна покушать, все, там, Аня, у нас будет магазин, да, у нас там будет рейв-магазин, все, мы зашли в рейв-магазин, пожалуйста, вы знаете, да, мне кажется, они все везде одинаковые, почти, магазины, где ты можешь сам себе собрать салат, добавить себе сама заправку, она все это сделала, она идеально вышла из этой ситуации, я ей просто горжусь вообще. И сейчас мама идет на большую программу, так что Аня говорит, что мы теперь, говорит, в одной семье. Да, и результаты, я на нее смотрю. Слушай, ты маму подбивала? Нет, нет, я просто, как мама суверела? Она, она видела мои результаты, она видела, также следила за нашими эфирами, она смотрела, как у меня это получается, я ей говорю, у тебя больше возможностей, у тебя нет троих детишек, вот здесь, ты более свободны, хотя имеет полный рабочий день. И, ну, конечно, возраст, тоже, какие-то другие процессы происходят, она говорит, ой, а как мне? То есть у нее еще были привычки, как сказать, так и скажу, вредные, вот. И знаете, самое интересное, она, она тоже от них отошла. Каким образом? Я ей говорю, ты главное не запрещай себе этого, ты отложи это, ну, вот, потом я это выпью, там, или там, ну, расслаблюсь таким образом, там рыбка с пивом, да, мам, привет. Вот, она очень любила и любит это дело, там, прям, смаковать. Но, она говорит, я это отложила, и она неделю отложила, вторую неделю, и она говорит, ну, иногда, есть такие мысли, пролетают, но у меня же сейчас программа, я сейчас не могу, потом, потом. И знаешь, вот этот вот сам кайф, когда ты не запрещаешь, а отложила, и она уходит из твоей жизни, просто уходит. Даже, если она потом себе этого позволит, я знаю, что она не отложится в таком виде, то есть, ну, кайф пойдет, просто у нас еще одна небольшая победа, это мама. Я так рада, очень. Я знаю, что много таких женщин, которые могут, которые вот просто задасят цель, да, с поддержкой, потому что действительно, спасибо тебе большое, ты поддержка, ты нас всех вот так вот берешь, мотивируешь, всем нам даешь, всем нам даешь иногда волшебного пенделя, или просто даже успокаиваешь, так спокойно, это просто дорогого стоит, я тебе очень рада. Я очень люблю вас сильно, хорошо это, правда. Так, ну что, поддержки здесь тоже очень тяжело будет, очень. Согласна, потому и я обращаюсь за поддержкой, когда мне здесь тоже нужно. Ну что, у нас с вами измерения, и есть у нас кое-что, что мы хотим вам показать, вот, сейчас. Я результаты измерений прикреплю чуть ниже в видео, когда я работала в Финнес-Кубе, нам строго-настрого запрещали цифры озвучивать вслух, представляешь? Да, чтобы человек не входил в расстройство, чтобы у него не было стресса, ну, типа, талия 142, да, больше этого не было, да. Мы привыкли волшебные, так, так, а талия-то у нас не есть. Теперь я не буду говорить, Найди ее. Я ее сама уже вижу. Офигеть. Такой хороший хвостик получается. Вот, нам, по-моему, уже пора туда сходить и померяться. А я вчера была там, все нормально уже, с ребенком ходила, я так прекрасно села. Хочу вам показать. Значит, когда я мерила Аню первый раз, вот, сантиметр не сошелся примерно на 5. То есть, вот тут, ну, как бы, полтора метра, и оно не сошлось. Представляешь? Оно не сошлось вообще. Я так, примерно прикинула, там, где-то на спичечный коробок, надо добавить. Ты представляешь? А сейчас сошлось, и еще и вот хвостики, захлест. Мне хвостики нравятся вот эти. То есть, представь, это вот к этому хвостику еще примерно вот столько вот надо добавить, вот столько вот ушло. Это только в бедрах. Да. И это прям ощущается, от этого кайфуешь еще больше. Потому что здесь вот уменьшилось. Прям кайф. Кайф. Так, сейчас разрушу. А потом я полезу под юбку. Как, как Юрик на свадьбе. Опускай, расслабь. Шея. Что же такое показатель? Все же. Мне, кстати, писали эти шеи. Ой, они стал глины. Прям очень классные. Это просто. И теперь шок-контент. Это у нас видели только те, кто были на вебинаре. Видели Анины брюки. Вот, Аня взяла их сегодня с собой, чтобы показать вам, насколько они уменьшились. Я даже сейчас подвинул немножечко пресса, чтобы ты была прям везде хорошо. Вуаля. Сколько? Они стали больше, говорю, меньше. Вот. Вот это первые штаны Анины, которые вот на этом фото, которые прикрепляют. Вот это вот. Представляешь, ты скоро вся въездишь в одну штанину. Но я их уже, конечно, не ношу, потому что они очень большие. Я уже думала ушить их или что-то. А еще сделать. У меня шутки. Я решила оставить как вот вот эта вот точка шута. Да. Точка икс. Вот, знаете, вот что на обшар варбейс. Они мне были полностью в обтяжку. Полностью. Сейчас мы с тобой можем вдвоем одеть. Принцикласс. Скоро мы ходили вместе. Ты вот и что они меня в другую. Спасибо тебе огромное за твой труд, за твои общие отношения к этому и за твои знания. Тебе огромное спасибо, потому что я знаю, что много людей сидят за твоей историей. Очень многие пошли по худению благодаря тебе. Не только твоя мама, за тобой идут десятки людей. Кто-то просто смотрит возможно самостоятельно худеет и все равно вдохновляется и мотивируется. Кто-то посмотрит этот ролик и завтра начнет. И это значит уже твой вклад маленький есть в это в эти большие изменения. Спасибо тебе большое за это. Спасибо тебе за твою смелое, за то, что ты делишься такими очень откровенными моментами, про то же бюстгалтер, то есть это не каждый может сказать. Это действительно очень смело. Поэтому я тебе очень благодарна. Спасибо тебе за твои знания, за то, что ты с нами работаешь. Просто огромное огромное. Класс. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»